МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем, кто в этом году не намерен начинать обучение в вузах, выставят оценки в аттестаты по итогам учебного года. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. В Ненинском округе готовы к любому варианту проведения ЕГЭ. Что касается выпускников 9-х классов, то основной государственный экзамен отменят полностью. Итоговые оценки выпускникам 9-х классов будут выставлены на основании учебных четвертей. Два окружных предпринимателя получили сертификаты за участие во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года-2019». Церемонию вручения с участием руководителя Департамента экономики и финансов Ненинского округа Татьяны Лагвиненко. Ментальная арифметика, скорочтение, развитие памяти, каллиграфии и творчества. Всему этому местных ребят обучает Александра Калинина. Пару лет назад женщина открыла в окружной столице школу «Уникум». Дети настолько полюбили занятия, что даже сейчас, в период пандемии, 12 из 50 учеников не прекратили обучение. Встречи с воспитанниками Александра проводит с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Ну а сегодня женщине вручают заслуженную награду. Александра Калинина стала победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства 2019 года. Затем автоматически прошла федеральный этап и получила сертификат «Лучший социальный проект года 2019». Руководитель Центра развития и досуга «Элит» Владлена Степанова стала вторым участником от Ненецкого округа. «Бизнесвумен» также удостоена сертификата. Заявка на Всероссийский конкурс подается на официальном сайте. Участникам необходимо описать свой проект, рассказать о том, чем занимается организация, представить перечень услуг и прикрепить фотоматериалы. Ну и надеемся, что вы будете участвовать и дальше. Я так надеюсь. У нас, по крайней мере, два номинанта, так сказать, здесь, в округе. Это уже здорово, читая то, что мы совсем недавно начали эту социальную предпринимательство развивать. Добавлю, первый конкурс «Лучший социальный проект года» состоялся в 2015 году, в котором приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, предоставив в оргкомитет более 60 проектов социального предпринимательства. По указу президента России Владимира Путина в условиях пандемии и коронавируса на каждого ребенка от 3 до 16 лет полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, независимо от доходов семьи. Подать заявление на ее получение можно с 1 июня по 1 октября этого года. Заявление можно подать через единый портал госуслуг, а также в пенсионный фонд. Выплата происходит только на банковский счет заявителя. Именно поэтому перед оформлением заявки необходимо «Внимательно проверить данные». «Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплаты не осуществляются. Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны единовременная выплата не осуществляется. Опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого человека, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами». Также выплата не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав. В случае смерти ребенка, а также при предоставлении недостоверных сведений. Добавлю, обратиться в клиентскую службу ПФР можно по предварительной записи по номеру 45771. Молодежь Ненецкого округа покоряет новые вершины. Три проекта из семи заявленных от нашего региона на всероссийский конкурс «Росмолодежи» получили федеральную финансовую поддержку общей суммой 2,5 миллиона рублей. Конкурсы проектов ежегодно проводит Федеральное агентство по делам молодежи. С года в год количество заявок и общая сумма финансовой поддержки растет. В этом году было подано 10 тысяч заявок из 84 регионов страны. Правильно оформить и продумать значимые для различных категорий граждан проекты получилось у троих молодых активистов из Ненецкого округа. Например, проект «Я патриот НАУ» направлен на взаимодействие между патриотическими объединениями округа, а также образование новых, обучение ребят и расширение списка мероприятий. Еще один грант в направлении «Патриотическое воспитание» выиграл проект «В списках значится книга памяти Ненецкого автономного округа семьи Николаевых». Это большая работа по обновлению информации о земляках, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. А в направлении «Инициативы творческой молодежи» в числе 140 победителей оказался и фестиваль местной музыки, косплея и различных субкультурных сообществ «Артикокон-2020». Все, кто не попал в списки победителей, получат обратную связь от «Росмолодежи» и могут доработать свои проекты и повторить участие в конкурсе грантов уже на всероссийских форумах. Детская школа искусств ждет новые таланты. Приемная кампания в учебном заведении продлится до конца мая. В этом году прием заявлений на поступление от будущих музыкантов и их родителей происходит в дистанционном режиме. Все заявления школа принимает в электронном виде. В этом году из стен детской школы искусств выпускается 65 юных художников и музыкантов. На их смену педагоги ждут новых учеников. Правда, пока набор на художественное отделение не планируется. Возраст поступающих 7 до 12 лет. Фортепиано, скрипка, домра, балалайка, аккордеон, баян. Все, кто хочет прикоснуться к музыкальному искусству, мы рады приветствовать в нашей школе. Подать документы совсем не сложно. Действительно, время выставило новые требования. Мы не можем в очной форме работать с родителями, с поступающими. Но принимаем в этом году документы по дистанционной системе. Оставить заявление на поступление, а также получить всю необходимую информацию будущие музыканты могут на сайте учреждения dshinao.ru. Справа активная ссылка «Поступить в школу». Здесь вся необходимая информация для поступления. И наши вакантные места, и заявления, которые можно скачать, список документов, которые нам необходим. И даже если у вас возникнут какие-то у родителей вопросы по поступлению, всегда можно позвонить 4-20-55 и поинтересоваться по поводу приема документов. Как только будут сняты ограничения, в школе искусства обещают связаться со всеми родителями и законными представителями будущих музыкантов. Пригласят их для прослушивания и зачисления в учебное заведение. Школьники Ненецкого округа могут сдать книги, учебники в библиотеке по предварительной записи. Это сделано для того, чтобы получить обходные листы для тех, кто оканчивает школу, а также новые учебники тем, кто продолжает обучение. По графику будут работать как школьные, так и городская библиотека. Так, с 13 мая 2020 года Ненецкая центральная библиотека имени Печкова возобновляет работу по обслуживанию читателей с соблюдением усиленных санитарно-гигиенических мер. Посетителям необходимо будет иметь маску, перчатки, обязательно обрабатывать руки антисептиком, расположенным в фойе, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Библиотеки в школах будут работать по установленному графику руководителям учреждения. Также, если переходить к библиотекам, наши библиотеки тоже сейчас заработают, только они заработают в... Будет книга-выдача организована в библиотеках только по предварительной записи. Поэтому, если есть необходимость принести книги или взять какие-то книги из библиотеки, нужно обязательно позвонить в библиотеку и записаться, что ты принесешь книгу. Добавлю информацию о времени работы школьных библиотек необходимо узнавать непосредственно в образовательном учреждении. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова